Здравствуйте, коллеги! MAPIC Russia вновь на ваших экранах. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете? Здравствуйте, меня зовут Юлия Тряскина, группа компании UNK Project. Я управляющий партнер этой компании. Собственно, мы здесь присутствуем как представители проектной организации, которые спроектировали один из крупнейших торговых центров, который будет в эксплуатацию в этом году. Это торговый центр «Небо» для управляющей компанией «Столица». Собственно, у нас сегодня здесь была презентация этого объекта на выставке для посетителей. Представляли не только проекты, его ландшафт, интерьеры, но и, собственно, какой будет этот проект для горожан, какой он будет именно для жителей города, почему он необычен и чем он отличается от просто торгового центра, в который мы все привыкли ходить каждый день. Очень интересно. Вот, получается, наша бизнес-сессия, получается, вы были спикером, как раз именно рассказывали про этот чудесный, замечательный проект. Да, я действительно представляла его от нашей компании. Мы рассказывали, почему он не такой, как обычные торговые центры, в чем его отличия по наполнению, по дизайну, почему он должен стать привлекательной точкой именно для этого района. То есть мы говорили, как мы решали эти задачи, потому что, ну, все знаете, что, с одной стороны, ритейл лег, но, с другой стороны, он совершенно еще жив. И сейчас, собственно, все пытаются рассказать, как нужно сделать торговый центр для того, чтобы все мы туда вернулись безбоязненно, безопасно, и провели как можно больше времени, сделали больше туда чека, я не знаю, больше туда ходили. И, собственно, задача архитектора – решить этот вопрос для наших горожан, арендаторов, инвесторов. И вот в этой большой команде мы как раз пытались этот вопрос проработать, решить и презентовать наш проект для города. Я думаю, те, кто сейчас смотрит наш ролик, они как раз заинтригованы настолько. Мы, получается, сказали, мы рассказывали на сессии, как сделать так, чтобы всем понравилось, при этом необычно. И молчим. И я думаю, все сейчас скажут, пожалуйста, пожалуйста, не томите, хотя бы тезисно, очень коротко, расскажите основные позиции, чтобы наши зрители тоже были в курсе. Ну, на самом деле, у нас такая, с нашими партнерами, английским бюро Гелеспис, мы сделали концепцию in-and-out. То есть, когда вы в торговом центре, не просто приходите только в торговый центр, вы приходите и рядом с торговым центром. Там сделаны большие ландшафтные площадки, зоны отдыха, интерактивная сцена. Когда вы приходите в торговый центр, проводите там время, потом выходите из торгового центра, но вы на этой же площади тоже проводите время и возвращаетесь обратно. То есть, вот эта концепция in-and-out, она именно инновационная для наших центров. То есть, вы делаете именно центр протяжения для этого локального места. То есть, это не просто прибежал, купил и убежал. То есть, это место силы, это у нас там интерактивный дизайн очень интересный, у нас там арт-площадка, сцены, ритейл. Ну, то есть, ритейл как бы есть, но он уже более эмоциональный становится для посетителей. То есть, для того, чтобы жители Солнцево туда приходили, чтобы им не надо было ехать в центр. То есть, мы же знаем политику нашего мэра, это децентрализация города. И поэтому, конечно, вот эти вот такие торговые центры, когда мы понимаем задачу этого торгового центра удержать и сделать, что тебе каждый день туда хочется приходить. Там модный фудкорт, который не просто там с быстрой едой, это уже ресторанный дворик с ресторанными кухнями, с интерактивными площадками, с местом для диджея, с возможностью устроить дискотеку. То есть, для всех населений, для части населения, для окружения этого торгового центра, он уже становится таким больше, чем торговый центр. Ну, ДК, в нашем понимании, наверное, но немножечко есть торговля. Поэтому такая вот интересная концепция, которую мы презентовали, и я надеюсь, она полетит. И триггерное слово было сказано – Солнцево. Друзья, если вы там живете, то это счастье какое-то. У вас откроется скоро такое замечательное место, где ландшафтная территория не заканчивается одной парковкой, и все. Да, это удивительно, это необычно, потому что действительно сделали хорошую парковку, но у нас не только наземная парковка, у нас и подземная парковка. И внутри интерактивный дизайн этого парковки, подсвеченный светом. То есть, там можно парковаться в зоне рассвета и в зоне заката. То есть, можно выбрать по своему настроению. Так что, на самом деле, очень интересный проект. И он арт-объект, арт-свет, и у него замечательное название – небо. Я думаю, что встретимся на небе, мне кажется. Мы, конечно, очень завидуем людям, которые были на вашей презентации. Они наверняка увидели какие-то слайды, увидели какие-то инсайды, которые мы еще не видели, но надеемся, проект скорее уже взлетит, чтобы мы посмотрели на эту красоту. Спасибо вам большое. Я думаю, что на самом деле на сайте проекта вы увидите всю нашу презентацию, и она там вам подробнее все расскажет. Спасибо вам большое, хорошего дня. И вам спасибо.